Ирина, я менеджер 17%, а далее продолжит наш новый менеджер 12% Анна Гаврилова и потом опять я буду говорить. Так, сегодня мы затронем такую тему, как планирование. Планирование и система работы именно нашего бизнес-проекта. Наш бизнес-проект называется «Бизнес и красота». Мы сотрудничаем с компанией «Арифлейм» и у нас выдала определенная система работы. То есть вы приходите, не сразу начинаете кидаться на все подряд, как работать, что делать, ходить с каталогами. Все, что нужно делать, у нас уже разработано. Мы с Катей несколько месяцев, с Катей Сережниковой, с нашим золотым директором, это все делали, разрабатывали. С чего начинаете? То есть начинает, естественно, все с регистрации. Регистрируйтесь у своего спонсора, тот, кто вас пригласил. Активируйтесь в проекте и активируйте свой номер. Регистрируйте свой номер, регистрируйтесь в проекте. После этого все новички должны зайти на наш обучающий сайт. Там в пятом шаге для новичков есть видео, как сделать свою регистрационную форму. Зачем нужна такая регистрационная форма каждому? Так как мы с вами регистрируем такие морковки людей, то есть одного под другого, вы каждому человеку должны высылать регистрационную форму. Такую регформу можно сделать на сайте, но тогда они будут регистрироваться в ваш первый уровень. Но мы строим вот эти колбаски, морковки. Поэтому вам нужно знать данные каждого вашего новичка, чтобы самому четко регистрировать их в ту структуру, в ту глубину, куда вам нужно. Поэтому каждому нужна своя регистрационная форма. Поэтому регистрационную форму нужно делать каждому. После этого вы выбираете тот способ рекрутирования, приглашения людей, которые вам больше всего подходят. Для своего проекта, мы уже, наверное, это обговаривали, но я повторюсь, выбрали три основных метода рекрутирования. Это первый, естественно, список знакомых по теплому рынку. Второй способ – это доски объявлений, работаем по резюме. И третий способ – это развитие личного бренда. Развитие личного бренда как онлайн в соцсетях, так и оффлайн. То есть ваш образ жизни, ваш внешний вид – это тоже развитие личного бренда. Не может консультант Арифлейм, представитель компании Арифлейм, ходить с грязной головой, не накрашенной в жидранных колготках. Поэтому вы должны выглядеть всегда презентабельно, особенно если вы приглашаете людей на бизнес. Вы должны быть все красотки. Вы должны быть все ухоженные. Это самое главное. После того, как вы выбрали свой метод рекрутирования, вы находите новых партнеров. Находите новых партнеров, регистрируете их в свою команду, в ту структуру, куда вы выбрали, в ту глубину, какую вы выбрали. Строите эти структуры свои. И ваши все уже партнеры, они начинают повторять ваши действия. Они повторяют ваши действия. И, во-первых, ваша структура начинает расти с геометрической прогрессии. Во-вторых, вы, естественно, ваш рост, ваших новичков, вы растете по лестнице успеха, получаете бонусы, большие зарплаты. Да, и мы все-таки красивые, успешные идем к этому. Вот такая вот система, она должна у каждого в голове отложиться поэтапно. Все это каждый человек. То есть первое – это суть бизнеса. Суть бизнеса – обязательно посетить несколько вебинаров. Для чего посещать даже тем, кто их слышал? Ну, услышали вы, поняли суть бизнеса. А рассказать вы это сможете? Вот пришли к вам ваши знакомые, пригласили вы к себе на чашечку чая и рассказать про бизнеса. Сможете ли вы сам сказать? Да, вы можете включить ноутбук, да, как раз включить нашу презентацию и показать. Но лучше, что это вы сами могли, чтобы ваши знакомые те же самые понимали, о чем вы говорите. Чтобы люди, которые онлайн у вас спрашивают, с досок объявлений, своими словами, да, вы могли, они видели, что вы сами понимаете суть бизнеса, что вы сами можете ее донести до людей. Поэтому слушайте там 500 раз, разница, чтобы рассказать самим. Слушайте онлайн, слушайте оффлайн, кому как удобно. Записи презентации много в нашем исполнении, много записи презентации других лидеров. Поэтому я вам рекомендую много-много раз послушать. Я слушаю с удовольствием презентации других лидеров до сих пор, потому что что-то для себя я, какие-то моменты хочу подчеркнуть. О чем-то я не говорю на своих презентациях, о чем-то я, может быть, ну как-то более красиво у других, да, взять какие-то слова. Поэтому я вам рекомендую ходить обязательно на презентации, чтобы самим уже... Вот когда вы сможете уже сами давать, да, я до сих пор смотрю, хотя я давно даю презентацию, а вы отходите, пока сами не сможете давать. Так, ну и, конечно же, вникнуть все и задавать вопросы. Минуточку. О, да же. Теперь по срокам, например, да. Первый месяц 3. Идем до уровня 3. Идем уровня 3-9%. У кого-то это получается быстрее, да, Анечка? У кого-то медленнее, но примерно в эти сроки вы должны уложиться, чтобы дойти до уровня 9%. То есть делаем, учимся делать личный товарооборот, стараемся сделать 100-150 баллов, посещаем вебинары или стрим-записи, следим за скайп-чатом, всегда на связи с менеджером и директором, рекрутируем, ищем свой способ рекрутирования, который больше всего вам подходит, сопровождаем уже вашу команду, потому что на уровне 9% у вас уже есть своя команда. Сопровождаем свою команду, подключаемся уже к планеркам, как сегодня, да, у нас подключались уже менеджеры, активно поздравляли новичков. Дальше делимся своими результатами в соцсетях, где угодно, обязательно в чатах выкладываем свои результаты, свои, сколько кто заработал, и начинаем копить зарплату. Примерно до года вы должны выйти до уровня 22%, то есть с 9% до 22% вы 3-12 месяца должны занимать. Здесь уже нужно делать личный товарооборот 150 баллов, просто меньше делать личный товарооборот невыгодно, потому что доход вам начисляться не будет. Если вы делаете личный товарооборот 150 баллов, естественно, вам уже начисляется доход. Продолжайте посещать вебинары. Я хожу на все вебинары до сих пор. Я на 18% работаю полгода, и я хожу на все вебинары, потому что действительно, как в каждом вебинаре, можно услышать что-то новое. Дальше. Проводите вебинары и планерки уже сами. У нас уже есть менеджеры, которые сами проводят. У нас есть рекордсмен Олечка Корекина, не пришла на сегодня, которая с уровня 6% дает отличный вебинар по рекрутированию на досках объявлений. Так что не пропустите в четверг в часов, опять она будет рассказывать про это. Вы должны быть уже всегда на связи с директором, рекрутируйте, рекрутируйте постоянно, сопровождайте свою команду, знакомитесь с новичками, следите, с какими новичками у вас кто появляется, знакомьтесь с новичками, кто бы вас не регистрировал, в каком-либо уровне, если у вас появляются новички, старайтесь со всеми познакомиться. Уже сами организуете планерки, какие-то там между собой, какие-то маленькие планерки, посещаете, начинаете посещать менеджерские конференции от компании, получаем зарплату, открываем ИП и выращиваем потихонечку менеджеров до директоров уже расти. Дальше. Когда начинаем работать? В скайпе нормальную фотографию. Себя, ни цветочек, ни звездочку, ни хомячка. В скайпе должна быть нормальная фотография. Очень часто мы проводим скайп-собеседование, проводим скайп-планерки или тучки. Обязательно должна быть в скайпе нормальная фотография, чтобы мы вас могли видеть, чтобы человек, кандидат, который вам позвонил на собеседование, видел, что вы реальный человек. Тоже касается имени. И в соцсетях, и везде у вас должно быть реальное фото, реальное имя. После того, как человек заполнил регистрационную форму, вы его регистрируете в вашу структуру. Одного подругу, самый конец. Если вы, вот сегодня, например, да, Марина Горбунова, нет ее сейчас, не могла найти свой файл, да, зайти в Google Диск, не могла найти файл, в котором у нее написано ее, кого под кого она регистрирует. У вас есть всегда под рукой информационный лист. Посмотрите инфлист, кто у вас последний в структуре, под него регистрируйте, если вы выращиваете вот таким способом себе веточку. Не путайтесь, пожалуйста. Смотрите, проверяйте информационный лист. Продолжаем, начинаем ходить. Приглашаем на вебинары людей. Спрашивайте, есть ли вопросы. Даете. Обучающий сайт наш. Не забывайте ходить на наш обучающий сайт. Обратите внимание, что сейчас прямо на главной странице я уже разместила расписание на... и complete сеть. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем there, Подолжаем. Продолж. Продолжаем ее. и оно небо оп ano вот здесь, Страницы на сайт. Раздел для новичков, раздел для партнеров даете после этого. И ищите со своим новичком тот метод рекрутирования, который больше подходит. Возможно, вы рекрутируете оффлайн, но зовете человека, а он не может оффлайн рекрутировать. Некоторых нет знакомых. Некоторые нужно, прежде чем пойти к знакомым, получить свою долю отказов онлайн. Поэтому у нас есть все способы для этого. Вы найдите для вашего новичка, поймите ему найти тот способ, который подходит ему. По-разному люди работают. Некоторые не умеют разговаривать, долго учатся разговаривать, им проще именно онлайн работать. Кто-то, Анечка, как ты, например, наоборот, ни в какую нету. Зачем онлайн, если столько знакомых? Все правильно. Каждому свой способ подходит. Вот вы должны получить вашего новичка тому способу рекрутирования, который больше всего ему понравится. И для работы, особенно онлайн, готовим для себя рабочие файлы. Так, если у кого нету, Юлечка Соркина, у тебя нету этих файлов, вот смотри, здесь квадратик в правом нижнем углу с тремя точками, жирными, соединенными двумя линиями. Юля, видишь? Не видишь. Вот прям в правый нижний угол над часами нашла. Нажимай этот файлик, нажимай этот квадратик, и у тебя вылазит окно. И вот там видишь файлы. Бизнес-система, мои контакты, памятка. Вот и стрелочка, это значит скачать. Вот скачай себе бизнес-систему, памятку скачать, планы можешь себе скачать. Вот это, где много буковок, это зарплата нашего директора. Можешь себе скачать, чтобы эту справку можно рекрутировать. Так, вот эти моменты можно себе все скачать. То есть бизнес-система. Вот файл, мои контакты. Сделайте, девочки, себе отдельный файл. Пусть он называется мои. Там есть, но там мои контакты. Поэтому вы себе сделаете аналогичный, чтобы у вас всегда был под рукой. Вы общаетесь с человеком, тут же ему скинуть какие-то данные. Ваши там обязательно скидывайте с вашей странички в соцсетях. Потому что люди идут иногда на контакты лучше, когда они посмотрят в ваши понятия и увидят, что вы живой, реальный человек, который работает, у которого есть дети, там муж, там суп готовит. Да, что вы нормальный, реальный человек, который работает просто. Что вы не какой-нибудь там лохотрон, какая-то подставная страничка. Поэтому скидывайте свои страницы в соцсетях людям, скидывайте свои данные, делайте, ну, максимально постарайтесь человеку все контакты ему оставлять. Памятка. Это файл, где я скидываю различные записи по рекрутированию разных команд. Все, что мне нравится, я туда записываю. Вы точно этот файл себе сохраняете. Те видео, которые вы когда-либо просмотрели, вам понравилось, пусть они у вас хранятся. Как-нибудь каталогизируйте их, что это там, это видео больше подойдет там для мамочек. Это видео будет больше для пенсионеров. Это, ну, как-нибудь себе вот так вот, это по доскам объявлений, это по оффлайну, это по онлайну. То есть себе вот это все нужно иметь. И расписание. Ну, расписание сейчас уже не так важно, потому что я еще раз повторюсь, кто не услышал еще раз, расписание на главной странице нашего сайта. Заходите, и сразу оно перед глазами. Каждый воскресенье или понедельник мы будем его обновлять. Где будем уже ставить конкретно, какие темы будут, кто будут спикеры, по времени, потому что спикеров сейчас больше, будем стараться обучаться больше и больше. Людей больше, их надо больше обучать, не забываем это. Так, и сейчас я хочу передать слово Ане Гавриловой. Она расскажет про планирование и про то, как она планирует свой день, про свой быстрый рост, как она умудрилась, имея огромный дом в хозяйстве, двоих маленьких детей, выйти, закрыть, так быстро дойти до уровня менеджера 12% за два каталога. Так, я отключаюсь, Аня, ты подключайся. Всем привет, как меня слышно? Девочки, как меня слышно? Так, мы снесем. План рабочего дня. Пишем себе список, что мы будем делать. Пишем список, что мы будем делать. Да, сейчас, секунду. Слышно? Так, слышно? Вот. Хорошо. Начинаем с того, что пишем план рабочего дня. То есть, пишем все свои дела на день, какие мы собрались сегодня, допустим, в понедельник или во вторник сделать. Допустим, вот у меня сегодня были такие планы. Сготовить ужин, обзвонить людей, постирать белье, повесить и так далее и тому подобное. То есть, все дела мы компонуем и рабочие, и домашние, пишем все в один список. Таким образом мы планируем новый день и успеваем все. Вот у меня вчера так получилось, что пошла я оплачивать коммунальные услуги и по дороге встретила девочку. Девочка согласилась со мной встретиться, пообщаться по поводу работы. То есть, получается, что иногда они пересекаются, наши дела, домашние и рабочие. Хотела вот рассказать про свой плакат. У меня был такой случай, когда в 2007 году я работала официанткой после окончания института и снимала квартиру. Ну, как бы жизнь такая была не очень интересная, и встретила вот одну семью. Там мне девушка посоветовала, ты возьми, говорит, сделай плакат. Вот вырезки из журнала, сделай все, что ты хочешь. Наклей, там, дом, там, детей, себя счастливую, мужчину. Вот, я, собственно, все так и сделала. И еще, плюс ко всему, нужно было это все дело, да, коллаж желаний, правильно. Мечты, планы, желания, все, 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 что хотите. Даже вот то, что вы думаете, что это будет нереально. Вот, и это все нужно было закрепить на бумаге. То есть, все, что я там написала, подписала, в какой год я хочу, чтобы у меня это было. Сколько я хочу детей, в какой год у меня каждый ребенок родится, когда я выйду замуж. Кстати, мужчину рядом с тобой я приклеила, вырезала из журнала Reflame. Раньше был такой, там, брутальный, такой красивый мужчина. Я все время на него смотрела, мне он так нравился. Причем сейчас его уже нет, потому что, по-моему, этой туалетной воды тоже нет. Вот. И все-все приклеила. И написала еще все в блокноте. Каждый день вот я писала, я такая, это, тот я хочу. Каждый день я туда вот что-то подписывала. И что самое интересное, у меня все это сбылось. Сбываться все началось где-то в 2010 году. Представляете, три года целых. Я даже уже и не верила, все смеялись, только ко мне приходили, что это за фигню как-то повесило. Да, его убрали из патолога, потому что он стал моим мужем, да. Там был другой мужчина, это был какой-то модель. У меня лучше. И, в общем, единственное только вот осталось, это семейный бизнес у меня. Думала, ну, лад, бог, нет машины там у меня до сих пор, и нет семейного бизнеса. И недавно только до меня дошло, что бизнес вот он, я нашла, это все. Теперь оно у меня есть. Теперь только развиваться будем. И машина потом будет. Ну, то есть, как бы, все реально, просто нужно очень сильно это захотеть и стремиться к этому. Вот. А теперь, ну, мы видим тогда, что времени станет больше, и больше будет успевать, если, вот, по списку работать. С нашим планом дела вы получите спокойно, без загрузивной совести, что вы что-то не успеете, что-то не сделаете. Да, вот, как это говорит, планируем, все планируем. Все нужно планировать на сегодня, на завтра, на неделю вперед, на несколько лет вперед, точно. Это долгосрочные, тоже вот эти желания, они будут. Будут, все будет. Просто нужно стремиться к этому не просто хотеть, но еще и что-то делать для этого. Слышно плохо? Плохо слышно? Девочки, плохо слышно? Прекрасно, всем слышно. Также делаем план на каталог. Допустим, вот, первый день, даже еще у нас каталог не начался, я уже в воскресенье отправила свой заказ. Заказ уже почти на 300 баллов в свой личный заказ. То есть я как бы планировала сделать свой личный заказ в первый же день открытия того, чтобы в будущем у меня было время позвать людей, чтобы там каждого подвести к тому, чтобы каждый выполнил свой план. Еще у меня в будущем, если там кто-то где-то не будет хватать, я еще добью себе заказ. Таким образом, у нас все получается, все мы успеваем. И потом, как в последние часы, не придется нам добивать последний там 41 балл, который у меня там оставался. И заказ не отправлялся. Кстати, вот еще хочу еще сказать. Получилось у меня так, такая ситуация, как бы всем тоже нужно узнать, что последние вот эти вот два, что ли, там часа оставалось, я отправляла на мужу на свое последние вот 44 балла, нужно было добрать. Я отправляю заказ, а он мне не уходит. Отправляю, ну, раз в 20, а он так нажималось, не больше. В итоге получилось, что у меня два раза заказ ушел. И благо, что я заранее пошла оплачивать. Пойду-ка я положу деньги на счет, чтобы потом в любой момент, когда мне будет удобно, пойду заказ свой заберу. Вот. Смотрю, открываю распечатку, а у меня там две распечатки. Хорошо, не 20, точно. Вот. Две распечатки, точно одинаковых два заказа. Я даже обалдела, думаю, откуда у меня такая сумма, там, 3,5 тысячи. Вот. Открываю, смотрю, два совершенно одинаковых заказа ушли. И только один был с пробниками, а другой без пробников. Вот. Я позвонила на горячую линию, там девочка мне очень такая вежливо ответила. Вот. Она сказала, что если еще не успели собрать, тогда мы вам его отменили. Она открывает, смотрит, заказ еще не был собран. Она мне тут же отменила. Я перезапустила свою страничку и сразу же было видно, что да, у меня только один заказ просил. То есть, видите, как если получилось, что собрали бы, мне пришлось бы эти два заказа собирать. Ну, как бы, другим всем на будущее, что. Такой вот бывает. Какой-то глюк был у них. Да, не надо оставлять все в последний момент, планируем заранее. И обязательно нужно проверять свои вот эти вот накладные. Что мы там отправим, чтобы потом глаза круглыми делать. Пишем план, наполняем все в табличку такого плана, ну, как там для себя делает. Вот. И стремимся все вот на ступеньку выше. Например, у меня сейчас 12 процентов, следующий я планирую как минимум 15. Вот. Таблица есть в файлах. Тоже можно ее себе скачать. Планируем как минимум на 2-м больше. Можно и больше. Там все реально, мы все можем, все можем сделать. Просто нужно планировать и действовать. Вот. План на каталог. Все вот по дням расписываем, что мы делаем, сколько мы человек обзваниваем, сколько мы человек обпишем там кому чего. Вот. Планируем все-все-все. Дальше что там, Катюша? Всем спасибо. Спасибо, Анютка. Молодец. Рассказала про свой опыт, как ты работаешь. Очень понравился, конечно, рассказ про твой плакат «Желания и мечты». Да? Вот. Всем тоже рекомендую сделать такую штуку и написать про свои желания. Так, дальше план ставим себе по рекрутированию, потому что без рекрутирования вы не сможете двигать дальше. Это обязательно. Лизонька, у тебя есть такой плакат? У тебя тоже там мужчина из журнала «Рефлейл»? Надо сделать такой вебинар, да, Катюш? Мне кажется, надо. И у Танюха, у тебя есть такой плакат? По-моему, у меня нет. Мы будем спикерами. Да, Лиза и Аня будут спикерами. Я тогда тоже свой нарисую плакат. Так, план по рекрутированию. Вот смотрите, когда и вы, и ваш новичок появляется, обязательно выберите тот способ рекрутирования, который подходит именно вам. Я на самом деле искала долго то, что мне подходит. Я перебрала огромное количество методов рекрутирования, пыталась и в соцсетях рекрутировать, и чем-то где-то, и на форумах, где мы только не пробовали. Может быть, я, конечно, не все способы выбрала оффлайн рекрутирование. Но это, наверное, не совсем мое, поэтому для меня это немножко на промо стойки вот не умею. Но со списком знакомых я научилась работать, и мне кажется, что по оффлайну это самый действенный способ рекрутирования. Это, на мой взгляд, может быть, кто-то скажет по-другому, но мне кажется, что это наиболее приедет. И самый лучший способ работы в оффлайне – это именно список контактов. Дальше. Рекрутировать нужно ежедневно. Вот я сегодня себе поставила план, но еще его не выполнила. У меня по плану сегодня 10 звонков оффлайн, это я уже сделала, и 200 резюме. Я обработала только 50 штук, поэтому буду еще сидеть, еще людям писать. И да, никогда не рекрутируйте в одном месте. То есть вы обозвонили людей, вот как вот, Аня, даже вы смотрите, Аня шла куда-то там платить на почту, да, встречаешь человека, рекрутируешь, разговариваешь с ним про бизнес. Вспомнила кого-то, позвонила, разговариваешь про бизнес. Нашли кого-то в одноклассника, второй знакомый какой-то, ой, я про тебя и забыла, или поставила класс в вашей фотографии, предложите бизнес. Никогда не надо на одном месте стоять, нужно искать разные способы рекрутирования. Еще раз расскажу три самых лучших. Это список знакомых, доски объявлений и развитие личного проекта. Нужно создать поток людей из всех этих источников, и тогда у вас будет наиболее оптимальной дороги тоже куда-то звонишь. Ну, правильно, идем с детьми, гуляем, кому-нибудь звоним. Вот. Если вы будете все способы идти использовать, будет самый лучший поток людей. Для работы, особенно онлайн, готовим себе файлы. Еще, Юлечка, там же можно себе скачать, где ты скачивала эти. Списки досок объявлений – это раз. Шаблоны сообщений обязательно, статусы. Если где-то в соцсетях ставят, скачивайте. Скайп-собеседование. Справка о доходе, это которая много разных... ...букавок, ее можно... Это вышестоящая, как Катюша Сережникова, справка. Ее можно тоже использовать для рекрутирования. У меня пока справки нет. Можно взять, например, с Одноклассникова скринт моего дохода за этот каталог. То есть, это тоже можно. Но там не так все официально, поэтому людям, может быть, не очень будет правдоподобно этот скринт. А вот справка о доходе вполне себе правдоподобная, реальная, там со всеми данными. Письма для рассылки тоже, Юлечка, копируй. Ну, если хочешь фото команды отсюда, ну, можно прям с Одноклассникова что-то взять для себя, чтобы эти фотографии тоже у себя можно на своих слов разместить. План на день. Также, да, ставьте себе... Я вот... Какой... Я сегодня поставила, я уже говорила, каждый сам себе должен поставить план. Пусть это будет по знакомым, по незнакомым. Возьмите и поставьте план. Вот за столько-то я должна позвонить стольки-то людям. А, кстати, Анечка, ты хотела сказать и забыла про телефон. Про звонки на телефон. Есть очень хороший тариф. Ань, напиши в чате, как он называется. Почему она так много разговаривает и много звонит. На Билайне за 300 рублей в месяц. Вы можете... Всё за 300. Вы можете звонить 300 минут на любые номера, до городских. То есть, если вы хотите работать по резюме, вы можете с этого номера за этом и приглашать их в бизнес. В любой город. С любого города, да. И 300 минут именно на Билайне. Тоже это можно звонить. Межгород, девочки. Поэтому, если у кого-то интересен такой тариф, можете себе подключить. Анечка много разговаривает. И вот у неё такой тариф за 300 рублей в месяц. Да, в том числе Межгород. Когда вы проработали, старайтесь делать себе отчёт. Когда вы будете за собой следить не только в планах, но и отчитываться сами перед собой, это будет более эффективно. Можно делать вот в тех файле, я показывала их, тоже можно скачать вот здесь вот. А вниз, в правом нижнем углу. Так, или можно даже отчитываться прямо в скайп-чатах. Вот мы перестали это делать. Надо опять это начать. Я сегодня, наверное, опять эту традицию возобновлю, когда мы каждый вечер писали отчёт, кто сегодня что и сделал. Вот каждый там, всё, что вы сделали по работе. Потому что то, что вы пришли на вебинар и слушаете, это тоже работа. Это тоже часть вашей работы. Вы обучаетесь, вы получаете новые знания. Мы делимся опытом, вы что-то рассказываете, мы что-то рассказываем. Это как часть вашей работы. Без этого, без обучения, без обмена опытом мы не будем дальше двигаться. Так, по резюме понятно. Не буду останавливаться, что где я работаю. Не забываем сети, соцсети развиваем и посещаемое, красивое, интересное. Каждый день или через день пишите что-то интересное о работе, о вашей жизни. Люди сами будут добавляться к вам из страницы. Добавляйте друзей, друзей. И люди уже потом сами будут спрашивать, а что это такое, что у вас за успехи. Потому что сейчас у меня уже это такой вот пассивный метод рекрутирования, когда размещаешь какую-то фотографию о бизнесе, люди сами спрашивают, а что это такое, чем ты занимаешься. Рекламируйте себя, рекламируйте себя среди ваших знакомых. Рекламируйте себя, что вы очень успешны, что у вас все получается. Потому что мои знакомые, которые в меня не верили поначалу, уже мне пишут такие хвалебные отзывы, которых я не ожидала. Сегодня написал мой бывший коллега, очень старый мой друг, хороший, что такое приятные слова в комментариях я даже не ожидала. Я поняла, что да, действительно, люди в моем окружении, они в меня поверили. Они уже не считают никто, что я занимаюсь какой-то ерундой. Они... Мне уже точно назад никуда входа нет. Потому что если я не добьюсь каких-то больших высот, вот это будет, конечно, неприятно. Поэтому я только вперед. Рекламируйте себя, развивайте личный бренд в соцсетях, в классниках, вконтакте. Вы заведите страничку Инстаграм. Очень удобно работать в Инстаграм и какие-то фотки выкладывать, когда вы где-то. Особенно удобно это тем... Девочки, запомните, такой очень удобный момент. Одногласники, они одногласники. А вот вконтакте и Инстаграм у меня живут одновременно. Одновременно. То есть, когда вы в Инстаграм ходите, пусть он у вас будет в телефоне. Назадо. Вот. Пусть он будет у вас в Тепоне Инстаграм, пошли по улице, сфоткали лужи, пришли домой, сфоткали свой ноутбук с кофе, там разместить на улице дождь, и сижу, работаю там дома под одеялкой у компьютера. Ну, тут прикольный какой-нибудь пост, там с какими-то хэштегами, что вот я работаю там онлайн, работаю онлайн, бизнес и красота. Можно поставить галочку, разместить в Твит-акте, в Фейсбуке. Все это одновременно у вас один пост, везде вылезет. Вот у меня подключен только контакт, но не надо еще Твиттер и Фейсбук подключить, потому что у меня там где-то на них есть странички. Не везде я успеваю залазить. Ну, ничего, потихонечку, не все сразу. Вот. Но Инстаграм их компотует уже как личный бренд, потому что на разную аудиторию вы должны разрекламировать себя на разную аудиторию. Не все сидят в Одноклассниках. У меня прям... Параллельно, да, люди, есть категория людей, которые терпеть не могут в Однокласснике, но они в Инстаграм и ВКонтакте. Поэтому вы старайтесь личный бренд в соцсетях не забивать, потому что, ну, это несложно в день разместить какую-то фотку, выставить какой-нибудь интерес, но потом этот способ будет работать на вас. То есть это пассивный метод рекрутирования. Люди уже и будут идти именно к вам. Так, обязательно в самообразовании посещайте вебинары. И вот я в день просматриваю хотя бы одно новое видео. Я подписана на разных лидеров. У меня около 20 подписок на канале YouTube на разных лидеров. И когда вы смотрите на свои подписки, слева у вас... ...цифры там... ... Продолжение следует... Подключайте людей в скайп-чаты, потому что все у нас уже работает. И даже тех, кто работает оффлайн, пусть они будут на связи, потому что даже работая оффлайн, да, Анечка, что методы сопровождения онлайн, они очень важны. Вот в такую погоду разве могли бы мы вот так собраться и рассказывать в офисе про планирование? Да никогда в жизни никто бы не пришел. В такую грязь, в такую погоду прийти слушать про планирование. Важная тема интересная... Продолжение следует... Продолжение следует...